друзья всем привет слушайте ну прошел тут какой-то период скажем давненько я ничего не записывал до выкладывал последнее видео где-то там неделю или чуть больше назад но по факту записывал наверно уже последний раз две-три недели назад а фишка вся в том что друзья ну все-таки я хожу на работу у меня есть семья дом за всем надо следить вот скажем этот проект youtube вот этот канал общем-то денег не приносит поэтому это остается такой хобби которое я делаю только в свободное время или точнее даже не столько свободное время а мне приходится его забирать за счет чего-то вот но тем не менее тем не менее вот сегодня сниму такое дело значит что мы будем слушать просто что-то давненько их не слушал и решил послушать эти колонки и ну давайте начнем с прос усилка значит друзья слушать мы будем вот на таком усилке это yamaha yamaha dsp a 2070 почему-то большинство видит дисплей видит много клемм для колонок и сразу о блин это ресивер это отстой это какашка и так далее тому подобное так вот друзья это не ресивер это многоканальный усилитель а собственно говоря это усилитель 61 для количества 61 канал то есть шесть колонок плюс выход на сабвуфер но это усилитель это не ресивер про том в чем заключается разница между ресивером и усилитель мне как-нибудь отдельно расскажу но в другой раз так вот что представляет из себя этот товарищ можем некоторых видео слушали смотрели значит yamaha dsp a 2070 это друзья такой серьезный аппарат из далекого 1992 года значит весит этот товарищ 21 килограмм так все таки вот так наверное слушать мы будем друзья без всяких накруток вас экстеншену смотрите вот так вот он включен но мы будем слушать его выключенным значит басы высокие все у нас по серединке никаких накруток ничего и режим звука эффект of то есть без эффекта что еще сказать по поводу этого аппарата вообще вот эти вот yamaha вот тех выпусков ну там 92 год там где-то скажем до 2000 года мне очень нравится потому что действительно такие большие мощные аппараты и причем друзья цифры у них я бы сказал так более чем честные вот ну например конкретно вот этот аппарат он выдает 4 по вот на 8 омах 4 по 80 ватт плюс 2 по 25 ватт более того эти 80 ватт который он выдает на 8 омах принципе скажем по своему опыту они сравнимы скажем ну плюс минус приблизительно с теми самыми называемые советскими ваттами то есть если допустим допустим у вас усилок какой-нибудь там радиотехника или одиссей там два по 35 или два по 50 ватт ну вот то вот этот усилок выдает таких же но 80 ватт вот на при положении громкости выше половины слушать это надо быть ну не знаю человеком с отбитым слухом или это можно слушать где-то в каком-то большом зале или там на улице но в помещении друзья это дальше выше половины начинается жесть просто нереально именно вот в плане громкости в принципе этот усилок всего 80 ваттами на своих предельных значениях но там где вот он сам не искажает звук друзья он ну мое личное мнение он может порвать большинство обычные домашней акустики даже то где там типа за заявлен там мощность рмс-100 там 120 ватт 150 ватт вот но это так на вскидку я разумеется им акустику не рвал нет ни в этом как бы задачи так вот это усилитель 1992 года и более того это флагман dsp усилители от yamaha то есть что такое флагман это самая топовая модель от усилителя от dsp то есть dsp это многоканальные усилители вот многоканальных усилителей домашнее использование от yamaha то есть это самая топовая модель номер один 1992 года вот друзья аппарат действительно очень мощный ну мы сами послушаем посмотрим и что же мы будем слушать слушать мы будем вот такие колонки так друзья это колонки в принципе это колонки радиотехника но если быть более точными то называется это вот так вот сейчас или бумажку радиотехника baltia alice значит диапазон 40 герц до 20 килогерц вот видите power handling 250 ватт и сопротивление 8 ом вот такие клеммы имеются у нас и вот сзади сверху фаза инвертор ну скажем колонки эти в таком среднем состоянии работают играют но они не играют как бы примут идеально почему потому что потому что во первых они уже взрослые я не знаю где-то это приблизительно годов 90-х там каких-то вот и вот тут посмотреть один высокочастотник каким-то предыдущим паразитом продавлен вот раздражает для чего сувать пальцы сюда и смотреть влезет не влезет в лес палец а дальше что его никак оттуда не вытянуть вот значит вот такой вот средний частотник интересный подвес такой если посмотреть то есть какой-то даже не резина фиг узнает как типа полутканевый вот и басовик 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 это по моему восьмерка вот это советские динамики но если вы посмотрите то видно это динамики от радиотехники только что здесь кто-то продавил вот эти колпачки на самом деле колпачки должны выпирать то видимо когда-то продавили один колпачок а потом решили что для симметрии пускай-ка оба будут продавлены и тогда не так будет бросаться в глаза а вот высокочастотник я уже не стал продавливать для симметрии потому что на самом деле это все-таки мембраны и это на качестве звука отображается вот а слушать мы будем вот такой dvd-шник от sony sony dvp ns 33 по моему 300 нс 33 да вот и слушать друзья мы будем во-первых слушать мы будем во-первых вот такую самозаписную болванку когда-то закидал каких-то песен лет 20 там или сколько-то их может даже более того назад вот свои любимые песенки но качество было такое какое оно там было поэтому извиняйте что-то более-менее нормального качества что-то такого скажем так посредственного качества вот и потом мы послушаем еще mp3 с телефона ну в общем просто послушаем музычку и давайте начнем тогда мы вот с этого самого записного диска поехали включаем play и слушаем все подряд г-прост 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Так, это последняя песня с диском Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, друзья, ну и теперь пару композиций чисто по басу. Поехали. Две композиции по басу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Словно ветер в степи, словно в речке вода День прошел и назад, день прошел и назад Не придет никогда, не придет никогда Ну что, друзья, вот теперь последняя композиция Просто так по небольшому басу пробежимся Субтитры сделал DimaTorzok День прошел и назад Так, друзья, ну что, на том мы двигаемся к своему завершению И вот смотрите, вот этот усилок на этих колонках Вот с телефона, друзья, мы слушаем вот здесь И это громко Ну, скажем, вот где-то досюда, наверное, колонки еще вытянут А потом им будет, я думаю, хана И при этом, друзья, это с телефона С него уровень сигнала ниже А на сидишнике, друзья, та же громкость у нас была Ну так, приблизительно на вскидку Когда мы слушали вот где-то вот так вот То есть, понимаете, если бы у нас бы играло бы сейчас сидишника Продолжало играть То наполовину выкрутить Ну, я не знаю, это реально надо быть Отбитым То есть наполовину Это уже как бы дискотека в помещении Вот И это, друзья, это при том, что Все мы знаем, что Советская акустика, вот эта старенькая Она низкочувствительная То есть Это, скажем У них чувствительность где-то там Ну, вот у этих колонок Я точно не знаю Но я предполагаю где-то 86-88 дБ То есть даже вот эти вот, например, Infiniti снизу При той же громкости Они бы уже тут так колбасили Если бы, конечно, вытягивали бы физически Вот Ну, это так Просто соображение И что касается этих колонок Да, тут видно, что Левая колонка такая более Заморщенная, замученная Но, друзья, технически Она исправная Играет Играет на большой громкости Не захлебывается, не пердит Вот Но при этом по высоким Есть небольшая разница Потому что в случае замятия Колпачка на басовике Это фигня Это пыльник Он против пыли А вот в случае замятия Мембраны На высокочастотнике Это все-таки мембрана уже И она играет Поэтому По высоким частотам Скажем, если прислушиваться То слышно, что На левой колонке Высокочастотник играет Ну там, хуже не хуже Тише Как бы тише Рассеивание хуже Вот Но при этом он играет Его слышно То есть не приходится Напрягаться И более того С такой дистанцией Когда слушаешь Тут уже Как бы эта разница Она почти незаметна Ну вот Записал это видео Просто для того Что давно не слушал Эту акустику И захотелось Немножко погонять Плюс надо иногда Акустику гонять Нельзя Акустики слишком Долго стоят без дела Вот Так что, друзья Все А дальше все Как всегда Вы пишите свой комментарий Не знаю Любые мысли Соображения И как-то так А мы с вами еще увидимся Все, друзья Всем Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok